Друзья мои, всех приветствую! В этом коротком видеоролике я бы хотел дать пояснение, можно или нельзя во время нерестового запрета в нерестовых местах ходить на своей лодке или катере или гидроцикле под мотором. Нарушаете вы что-то или нет? Есть ли возможность склопотать штраф или все в порядке при соблюдении определенных мелочей? Ну что же, поехали! Нерестовая река АК 25 мая 2024 года. Вы видите хождение под мотором. Нарушают эти товарищи что-то или нет? Нарушаем что-то мы или нет? Как вы считаете, друзья мои? Прежде всего, друзья мои, я бы хотел обратить ваше внимание на некорректные советы некоторых блогеров. Кстати, зачастую уважаемых, которые с экранов ваших устройств вещают о том, что если вы не рыбак, если у вас нет рыболовных снастей в плавсредстве, то вы ничего не нарушаете. Ходите где угодно и когда угодно. Друзья мои, эти советы, как я уже сказал, некорректные. Это неправда. Нельзя ходить где угодно и когда угодно, если вы не рыбак. Суть запрета в том, что вы винтом своего мотора нарушаете микроклимат нерестового места. Гоняйте малька, умерщвляйте его, гоняйте рыбу, вводите ее в стресс. Вот суть. Под мотором, там где нерест, там где наложен запрет, нельзя. Ну хорошо, а как же быть, спросите вы. Друзья мои, нерестовые места прекрасно гуглится, прекрасно яндексится и прекрасно яхуется. Заходите в удобный поисковик, забивайте нерестовые места во время нерестового запрета. Ну или что-то такое, какой-то подобный запрос. И вы свободно можете надыбить себе карту, где под мотором ходить нельзя. И АК, друзья мои, не вся под запретом. Есть места, где вы вполне себе нормально, 3 километра вверх по течению, пару-тройку километров вниз по течению, можете спокойно обкатывать свой мотор, спокойно покататься, зайти на какую-то дюну, которая оставлена земснарядом, пожарить шашлычки. В общем, не нарушая ничего, спокойно покататься на катере, на лодке, на гидроцикле. Ну хорошо, идете вы такой себе, идете и подходите к нерестовому месту, которое обозначено на карте координатами, которые выложили Росраболовство. И до 10 июня, ну там до 15 июня, там ходить нельзя. Что делать? Мои товарищи рыбаки и слеповчане говорят так. Подними мотор и иди дальше на веслах. Мы погуглили, посмотрели, и действительно, при таком раскладе вы ничего формально не нарушаете. У вас лодка, она без мотора, вы идете на веслах и никакого ущерба фауне, флоре не наносите. Так что, друзья мои, пожалуйста, возникает вопрос, а как же идти против течения на веслах? Неудобно, течение оки, например, достаточно интенсивное. Ну, друзья мои, здесь сами думайте, если не ходить ничего нарушать, ну вот такая физзарядочка будет. А так, катайтесь там, где можно. А после 10 июня, 15 июня, везде. Не нарушайте, отдыхайте, будьте здоровы, пока. Да, кстати, а кто будет иметь к вам претензии? У ГИМСа к вам претензий нет. Лед сошел и свободно можете кататься где угодно, на чем угодно. У рыбоохраны будет к вам претензия, если вас остановят. И причем, друзья мои, там даже есть такие положения, вплоть до изъятия плавсредства. Ну, я таких прям прецедентов не видел, но как минимум наш трофильник хороший. Вы нарветесь. Так, будьте здоровы еще раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok